не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем смысл человеческой жизни и его нарушения современная психология имеет несколько отличную от христианской концепции человек психологической антропологии отличается от христианской правда по большому счету не существует более менее стройной антропологической теории не психологии не в христианской догматике но по разным причинам есть лишь определенное отношение к определенному кругу вопросов и если мы изберем позицию максимального интереса к человеку его целостности то психологическое знание и знание религиозное смогут дополнить друг друга они вступать в противоречие существует восточная притча о том как нескольких слепцов попросили исследовать а затем описать слона каждый слепец ощупал то что было в пределах его досекаемость один из них сказал что слон это большая гибкая труба другое что это мощная колонна 3 что это веревочка мы с вами тоже в какой-то степени секции наше видение ограничено в силу многих причин но мы будем умными слепцами мы дополним свое малое знание малым знанием других и это будет уже очень немало для начала я предлагаю рассматривать человека как второе лицо богочеловеческом диалоге с одной стороны бог с другой человек все истории человечества это история богочеловеческого диалога успешного и не очень диалога у которого есть свои взлеты и свои падения и каждый человек живущий на земле имеет к нему отношения и прежде чем обратиться к вопросу о том какое же отношение к нему имеем мы с вами и как это отражается на нашей жизни поговорим о том что было в прошлом и какой опыт накопила в этом человечество мы поговорим о вкладе человека в истории богочеловеческих отношений начнем с грехопадения прежде всего давайте попробуем разобраться почему же было так важно соблюдение запрета не срывать плодов с древа познания добра и зла сотворенный человек не являл собой совершенство хотя был сотворен по образу и подобию божьим сотворенность по образу и подобию божьему означало возможность достичь совершенства пройдя при этом определенный эволюционный процесс сотворенный человек был пока лишь зерном из которого должен был по замыслу произрасти прекрасный цветок человек должен был научиться владеть дарованной ему свободой подобно тому как он учится говорить и владеть своим телом человек является потому венцам творения что ему даровано максимальная свобода в том числе свобода от детерминизма добра от предопределенности добра человек свободен не творить добро и в этом проявляется максимальная свобода он свободен не жить не любить не творить все остальные творения следует детерминизму жить размножаться цвести плодоносить у них нет свободы этого не делать они уходят из жизни лишь исчерпав всю свою энергетику либо от несчастного случая либо от внезапной перемены условий жизни когда у них недостаточно энергетических ресурсов приспособиться человеку потому дарова на такая максимальная свобода чтобы он сумел дорасти сам без чьей-либо помощи до свободы божественной не твои зло отворить добро без всякой предопределенности творить добро любить потому что невозможно ненавидеть любить потому что в сердце нет и не может быть ненависти ни при каких обстоятельствах эволюции божественного в человеке развитие образа и подобие божьего развитие свободы до уровня отсутствия выбора между добром злом невозможности выбирать что-либо кроме добра и есть смысл жизни человек и чем дальше человек отступает от этого своего предназначения тем более злокачественной становится его свобода реализуется его заблуждение нарушение запрета означало для человека то что он вступил на негативный путь познания что есть его свобода он вступил в область свобода выбора между добром и злом отныне он как дитя сующее в рот по незнанию все что попадается под руку должен на свой вкус и с большим риском для себя определять что есть доброе что злое мистики определяют свобода выбора между добром и злом так как в районе от места зву выбирая зло человек моментально был исторгнут из рая самим фактом несовместимости рай и зла здесь важно не путать с выбором предметов действие состояние это выбор содержание теперь попробуем разобраться в природе зла который выбрал человек что нужно было человеку чтобы не нарушить запрет доверие доверие к богу доверие что этот запрет благо для человека доверие прежде всякого знания человек выбрал недоверие недоверие которое расколола целостность мира отделила его от всего остального от бога а значит и от величия и тогда он ощутил свою малость и даже ничтожность и увидел человек что она это и означало переживание малости отдельности ничтожность что же делает человек дальше он настолько поглощен переживанием своей малости что уже и не помышляет не ищет воссоединение с величием божьим он упорствует в своем выборе он прикрывается фиговым листом прячется от лица божьего и этим узаконивает свой выбор проводя своеобразную границу между собой богом и там грехопадение это недоверие богу отделение себя от бога части бога целостности божьего мира упорство в данном выборе сущности грех это выщемление божественной суть всякое высечение бога внутри себя и вокруг себя есть еще один важный аспект который заслуживает особого внимания при исследовании библейского мифа грехопадение меня всегда занимал вопрос об ответственности адама об ответственности его воды трагедии бога человеческой истории думается что бытовавшие в прошлом представление о женщине как обещать и ада является средствием переноса всей тяжести ответственность в этой ситуации на его мне кажется это несправедливым и неверно человек как духовная сущность это божественный андрогин то есть двухполая целостность повторение в биологическом а в духовном смысле и если его биологический пола является как правило определенным ты о психологический мир никогда не бывает однополым однополая в психологическом смысле существо не жизнеспособна все женское это вмещающие удерживающие консервативное все мужское этого стремляющиеся инициирующие и революционной жизнь это гармоничная или не гармоничная то есть несбалансированное соединение того и другого и я думаю что библейский миф о грехопадении это не только одномоментный акт трагедии произошедший когда-то а драма разыгрывающиеся внутри каждого человека драма незрелой женственности его и не умеющий с доверием вместить еще неизведанную непознанную туманную истину и драма незрелой мужественности адама поменявшего роль ведущего на роль ведомого столь критический момент эта драма имеет отношение не только к духовной жизни но и душевной мужчина с деформированной женственностью не может гармонично реализовать свою мужественность и наоборот например вера всякая реликозная вера это вмещение то и женственный акт воплощение веры конкретное деяние требует уже мужского инициирования получается что поведение религиозного человека должно быть в муже женским андрогином вся трудность заключается в том что андрогинность должна быть божественной то есть гармоничные подлинные совершение чем мужественность адама и женственность его в искусстве это двойное присутствие выражается через реализм как женское начало и через символизм а как мужское начало не реализм не символизм не уничтожимы просто второе менее устойчиво в силу самой функции символизма а именно достижение нового уровня реальности когда старые форма и выражение не устаревают и не действует реализм женственная символизм мужское то есть то что инициирует то что выходит за пределы русском искусстве ярким примером символизма является иконопись современный символизм на порядок ниже иконографического а если сравнивать с пошлой иконографией то современный символизм будет выше ибо в нем больше чувств однако в основном нынешний символизм это бессилие проникнуть на иной уровень бытия желание проникнуть есть а возможности нет на это состояние вещей не отменяет необходимости проникновения мы живем во времена преобладания мужского в культуре европейская цивилизация построена на преобладание мужского и деформации женского весь технический прогресс это мужская инициатива иногда чересчур революционная и неуравновешенная женственным отношением к природе двадцатом веке это привело к серьезному экологическому кризису не то и ализма направление которое я пытаюсь разрабатывать это андрогенность высказывания андрогенность присутствие в мире в котором есть и вечная женственность и вечная мужественность то есть есть то что не устаревает раньше была эра бога человека которые в человечестве вылилась в бога свинства а новейшей истории должна быть история человека бога как активный ответ на откровение бога человека метая визм это направление способствующие созданию прецедента перехода от богосвинства в человека божеству человек несчастен потому что он неполный ущербной усеченной и только в исполнении этого усечения может сделать его ближе к богу для этого он должен перестать паразитировать на христе я имею ввиду что он и сам должен что-то делать то есть не умирать в своей самости ибо то что он принимает за самость есть карикатура на нее он должен расчистить свою самость через самопознание самореализация крестный путь это восполнение неполноты и так подведем итоги что же нам говорит библейский миф о грехопадении какие аспекты душевно духовного мира он нам раскрывает самое главное это сущность греха или ущемление божественной сути правда для современного человека задача существенно усложнилась в его жизни нет столько простого правила как это описано в библейском мифе перед ним стоит задача узнавание божественной сути в каждом мгновении своей жизни божественная суть многолико и и невозможно запомнить в лицо выучив некоторые правила ведь сказано долго дышит где хочет и потому узнавание это всегда волевой акт доверия к богу правило помогает только в начале пути и очень недолго в дальнейшем излишняя привязанность к правилам может стать актом недоверие к богу и важно помнить что сама недоверие к богу может случиться и случается довольно часто с весьма продвинутыми в духовном смысле людьми из-за неполного знания по неведению из-за соблазна или слабость это может быть только движению сторону греха грехом недоверие к богу становится после настаивания на акте недоверие который может быть выражена самым парадоксальным образом то есть на первый взгляд совершенно не похожим на недоверие образом самым распространенным видом недоверие к богу является усечение божественной целостности до отдельной части эволюция богочеловеческих отношений после того как мы с вами обсудили проблему греха обратим свои взоры к проблеме его преодоления мне бы вновь хотелось обратиться к тексту святого писания чтобы проиллюстрировать архетипичной модели человеческих попыток преодоления греха который всегда начинается с недоверие к богу авраам его называет отцом веры именно с него начинается история преодоления греха так как именно он победил недоверие к богу мы будем рассматривать авраама не как конкретное историческое лицо а как образ символ значение которого бесконечно важно для каждого человека подвязывающегося на поприще веры нас с вами разделяется в рамам несколько тысячелетий за это время уже сформировалась весьма полифоничная традиция богочеловеческого диалога традиции конечно же не освобождает от необходимого личного акта веры но традиции дает почву под ногами некоторые опоры в случае потери равновесия так вот авраама не почва не опор не было он был первым кто начал создавать эту почву личным опытом своей жизнью авраам создал прецедент веры как образец доверия к неведомому богу мы с вами находимся условно говоря в середине традиции богочеловеческих отношений мы знаем теоретически или через личный опыт и отра личности бога величие и о милосердии авраам всего этого не знал что-то он мог предчувствовать но его опыт знакомства с богом измерялся лишь масштабами его собственной жизни и тем не менее он доверился богу бог заключает с ним завет вступает в непосредственный диалог и что же сам завет становится для него испытания сначала испытанием здравого смысла рождения сына весьма преклонном возрасте а затем испытанием куда более суровым испытанием потери всякого земного смысла принесение сына в жертву обетования казалось только была создана почва хрупкая почва богообщения богопочитания и это почва разрушается самим богом бог отступает и ждет пойдет ли к нему навстречу авраам сможет ли человек дать что-то богу а не только брать дать мне что-то чего он решается почти без ущерба для себя жертвенное животное а дайте то что является для человека абсолютной ценностью невосполнимой при потере и авраам дает богу достаточно того волевого акта который происходит внутри человека поэтому в реальности жертвоприношение сына не состоялась в кустах оказался жертвенный агнец величие авраама в том что он не обиделся на бога за чудовищность испытаний не затаился не закрылся благодаря аврааму бога появился опыт принятия себя самого человеком без всяких условий авраам доказал богу что он как человек достойный собеседник в богочеловеческом диалоге он доказал что между богом и человеком может не быть разделяющих прикрыт любому религиозному человеку необходимо пройти через опыт авраама акт абсолютного преодоления недоверия богу причем важно обратить внимание не столько на форму этого опыта сколько на его содержание это не обязательно должны быть внешние испытания важнее всего совершить внутренний волевой акт реальный неумозрительный если же человек этого не осуществит и при этом будет претендовать на определенную значимость перед лицом божиим то он непременно притянет такие обстоятельства когда будет вынуждена совершить этот акт публично и не всегда в пользу бога следующий символический архетип это иаков исследуя личность иакова мы обратимся к теме богоборчество богоборчество в данном контексте не означает атеизм то есть отрицание бог богоборчество это спор с богом дискуссия рвение прежде разумения и если авраам это символ женственной веры не жизни вообще а именно взаимоотношений с богом тип вмещающий ты иаков это тип мужской веры я инициирующий веры стремящийся к действию веры поспешающие к действию прежде разумения первый шаг иакова это стремление к первородство вопреки реальному положению вещей он был младшим по рождению а стремился стать старшим он стремился получить благословение божие связанные с первородством само по себе это стремление стремление к большей близости к богу но достигает он этого не внутренней отданностью а внешними действиями хитростью коварным штурм он еще не ведает что благословение божие это не разрешение на внешний успех жизни благополучие жизни благословение божие всегда связано с особыми испытаниями человек получающий благословение божие закаливается как металл особой прочности в раскаленной печи он подвергается особым испытаниям которые круто меняют всю его жизнь достаточно вспомнить благословение авраама моисея мои его павла и многих других до благословения божьего нужно дорасти дозреть яков стремится благословения но не стремится к зрелости это очень детская инфантильная позиция напоминает детей которые чтобы приобщиться к взрослому миру начинает курить и отравляться яков покупает у брата своего из сава первородство за чечевичную похлебку по сути он покупает право на особое испытание в жизни вместе с и векой матери своей они обманывают слепого престарелого отца и вот яков обладатель благословения благословение полученного обманом а не по праву потому как из сав описано в библии дремучий диковатый охотник он тоже не заслуживает благословение и наверное яков мог бы заслужить рано или поздно благословение праведной жизни но он поспешает и для него действительно начинаются испытания он вынужден отправиться в изгнание опасаясь гнева старшего брата яков является видение в котором она все-таки получает благословение божие он едет лестницу лестница символизирует восхождение медленное восхождение шаг за шагом ступень за ступенью он начинает свое восхождение он полюбил арахиль и работал за нее семь лет у ее отца а в брачную ночь получил вместо нее старшую послеповатую сестру он работал еще семь лет арахиль а когда получил ее то долго не мог иметь от нее детей подозревая что она бесплодна а восхождение якова происходит очень медленно ему приходится изживать свою молодую поспешность свою незрелую веру каждое его действие встречает препятствие на пути к примирению со старшим братом ночная борьба с ангелом с бог яков неравнодушен к богу но она не доверяет бог внутри его происходит это баре не он не может отступить от бога но и не может уступить он не отпускает бога но и бог не отпускает его богу нужно доверие отданность они носили эта борьба божьей требовательности с человеческим упорством бог не может принять человека как бодливого козленка ему нужен доверительный собеседник в духовном диалоге а яков никак не может перерасти это состояние он как бодливый козлик трясет судьбу как круж в ночной борьбе он получает отметина на всю жизнь становится хромым что несколько умеряет его резвость он не может уже так стремительно передвигаться и он получает новое имя израиль боровшийся с богом ему как и всему человечеству предстоит еще долго эволюционное восхождение от богоборчества к любви от тягание с боком к вниманию его откровением следующий архетип моисей символ служения он был призван вывести евреев из египетского плена и не просто физически спасти а вывести людей из состояния тупого рабства с этого унижения из состояния бессмысленного размножения и бессодержательного существования он был призван расширить богочеловеческое общение перевести это общение с уровня отдельных личностей на уровень целого народа приучить множество людей к возможности богочеловеческого взаимодействия ему была дана трудная задача это было все равно что вылить в колодец в пустыне я так хочу сказал господь и моисей положил свою жизнь на осуществление этого желания моисей это первый образ в истории когда человек подарил богу всю свою жизнь ему было трудно это сделать он все время спорил с богом о целесообразности того или иного шага а говорила что я скажу евреям и чтобы убедить пойти за мной что я скажу фараона он сетовал на упорство и глупость евреев когда водил их 40 лет по пустыне он все время спорил с богом а нужно ли это а стоит ли а правильно лет спорил на дело преодевая себя со скрипом он умер на пороге земли обетованной в знак того что слишком много сомневался слишком держался за здравый смысл бог словно просил его протяни руку в неизвестность сквозь здравый смысл моисей протягивал с робостью но тут же его одаревали сомнения и он убирал руку и вновь протягивал и вновь убирал потому бог и не смог вложить свой дар ответный в его руку потому и умер он на пороге земли обетованной но все же мы си это первое ответное слово в богочеловеческом диалоге авраам это внимание доверия яков сомнений и рвение моисе это робко и первое слово то следующий архетип царь давид символ первой любви человека к богу первый опыт любви правда любви несколько лихорадочной то есть очень неровной и постоянной любви состоящие из взлетов и падений путь давида от простого пастуха до помазанника в знак избраничества и до воцарения после смерти саула это пламенная влюбленность в бога когда ему силой вдохновения удается многое из неправдоподобного победить коллиафа практически безоружным не возненавидеть саула за все его козни и предательства его псалмы это гимна влюбленного но после его воцарения как после свадьбы начинаются недоразумения давида отступает следуя за своим человеческим эгоизмом то вновь воспламеняется любовью но с годами его сердце его душа будто холодеет стареет и тряхлеет он все чаще подвержен приступам эгоизма у него не хватает уже сил построить величественный храм и все же давид это символ влюбленности в бога символ харизматического избранничества избранничество по любви и в то же время символ неустойчивой любви или еще очень юный в псалмах давида много стенаний и они не всегда отражают страх перед внешними врагами это еще и враги внутренние то есть его собственные эгоистические импульсы и желания которые вступают его воюет против его влюбленности в бог да и то в нашей судьбе судьбе наших личных взаимоотношений с богом должен означать то что влюбленность это еще не любовь а только обещание устремленность навстречу чтобы влюбленность выросла в любовь ее нужно утверждать не день и не два а всю жизнь любовь это не устремленность навстречу а встречи встречи реальная когда встретившиеся призваны много давать друг другу и много принимать друг от друга а этому нужно еще научиться следующий архетип пророк иов символ послушания если придерживаться образа диалога для обозначение богочеловеческих взаимоотношений то пророк иов открыл следующей необходимой составляющую участие человек и так напоминаю авраам внимание и доверие яков сомнение и рвение моисе и слова давит чувства иов это ответственность умение держать ответ насколько человек принимает бог ответственность его это ответа не столь количественный да или нет сколько качественный если да то насколько глубоко широко высоко это принятие бога если ему предел ограничения и он был человеком богобоязненным и бога послушным и в средстве этого достаточно благополучно и вот сатана этот апостол отдельного существования твари от творца оспаривает перед лицом божьим глубину вода насти сердца его богу сатана утверждает что это отданность имеет свой предел и как только будет затронута глубинной воли человека как только человек будет поставлен на край бытия то есть его существование станет безрадостного болезненным и у него не будет сил изменить что-либо он отвергнет бог ведь одно дело принятие бога как благодарность за благодать жизни за жизненный успех за радость и удовольствие и совсем другое дело принятие бога в скорби принятие скорби как возможного предела любви и неисчерпаемости отношений при этом если человек способен в скорби своей не перестать любить бога принимать его всем сердцем своим то только тогда достоин он быть принятым богом на равных и бог подвергает его именно этому испытанию сначала иов лишается своего состояния потом любимых детей иов не отказывается при этом от бога даже не понимая смысла происходящего с ним он его не отвергает господь дал господь взял говорит он но круг страдания его все больше сужается он забывает сам так что у него начинает гнить плоть жена отказывает ему в психологической поддержке она говорит в отчаянии скажи богу слово и умы и скажи все что ты думаешь о жестокости бессмысленности божьей воли и уйди в небытие а люди искавшие его общество совета и поддержки отворачивается от него рядом с ним остается лишь три его близких друга но они остаются не чтобы ему помогать а лишь расставляют его муки они пытаются внушить его что взаимоотношения с богом не могут быть на равных бог это высокое начальство от человека до ничтожной подчиненной и смысл богочеловеческих отношений не может быть иной если человек так наказан как иов то начальство виднее есть за что они считают что его в поскорее должен принять такую позицию и все станет на свои места но иов не принимает образ примитивной вины перед богом он переживает свое вино перед богом но совсем не такую а какой говорят его друзья он переживает то что слишком малы пока пределы души человеческой слишком быстро иссякают силой терпение любовь свобода данные человеку пока лишь декоративные крылья которые не держат при полете можно ли на таких крыльев взлететь в бурю нет даже в тихую погода если только будет попутный ветер можно пристроиться к его мощного движения и почувствовать ненадолго красоту полета бог дарует всякое движение а каков ответ человека ответный дар только принятие бога без всяких ограничений принятие жизни от бога в любом обличье вне зависимости от существующих представлений его в первый кто прошел через опыт благооставленности мистической практике христианство это закономерной обязательный опыт посвященных если человек переживает реальную встречу с богом обретает помимо традиции в которой он может быть воспитан опыт личной веры он в определенном смысле влюбляется в бога влюбленности свойственны некоторые неуравновешенность своего рода эйфория повышенная возбужденность аффекта подобной реакции когда это проходит человек если он действительно открывается богу переживает благодать благодатный дар от бога он может при этом разрешить свои трудности гармонизировать свои отношения с людьми исцелиться от различных болезней если после этого человек не погружается в достаточно ограниченное крестическое состояние а продолжает утверждать свои отношения с богом ищет бога познание смысла то он непременно должен познакомиться с опытом благооставленности когда бог оставляет человека без всякой защиты и решенной к этому времени крестической защищенности человек превращается в существо без кожи каждый шаг его жизни отзывается болью и этой болью измеряется глубина человеческого принятия бог в книге пророчеств иова все оканчивается хорошо бог вознаграждает его восторицей за долготерпение и преданность жизни христианских подвижников часто бывало по-другому и наконец последний архетипический символ богочеловеческих отношений мария родившая миру христа образ марии это образ плодотворности взаимоотношений и не только потому что она женщина и физически способна родить она очень женственно потому что была способна вместить принять новые непознанные и пока непредставимый смысл чудо не в том каким образом произошло зачатие ребенка а в том что человек женщина по имени мария была способна довериться богу до такой степени когда теряется всякий здравый смысл чудо в том что мария это первый шаг человечества к подлинному богоподобному творчеству бог творил мир из ничего извлекая из себя различные смыслы и только после того как они были сотворены материализовал их он ощущал переживала насколько они были хороши и мария вместила в себя неизведанный смысл и лишь когда он материализовался она постепенно училась воспринимать насколько хорош он богу чтобы творить мир достаточно было извлечь из себя благодатные смыслы и возникал удивительный мир материализованная реальность человек должен научиться богоподобному творчеству чтобы стать равным в диалоге с богом человек не содержит в себе благодатных смыслов но он может их вмещать чтобы потом сотворить их как бог из ничего из одного лишь благодатного смысла очень часто люди называют творчеством то что по сути творчеством не является искусство составления букета или коллаж человек лучше или хуже манипулирует тем что ему доступно словом красками смыслами материалами это не творчество не богоподобное творчество мария была первым человеком вместившим непознанный парадоксальный но благодатный смысл она сумела явить этот смысл миру и начался новый этап в богочеловеческой истории стало возможен диалог ибо были рождены все его составляющие авраам внимание и доверие иаков сомнения и рвения моисей слова да это чувства иов ответственность марии творчество христос откровения четыре пути и ключ к самопознанию человека человек приходит в этот мир и первый опыт его познания этого мира опыт беспокойства нет больше надежного чревая защищающего его со всех сторон нет чувства сытости без усилий нет комфортной невесомости вместо всего этого атмосферное давление земное тяготение незащищенность холод и колод чувство расторгнутости за главным мать-бог автономная изолированность со всем этим нужно как-то справиться первая реакция вернуться в состоянии прежнего покоя у многих людей это первичная реакция такая сильная что сохраняется на всю жизнь как доминирующая проявляясь на различных уровнях при любом беспокойстве переживаемого настоящим возникает потребность вернуться благодатное прошлое любое прошлое становится в этой ситуации благодатного по одной простой причине тогда не было того что вызывает у меня беспокойство сейчас и подчас люди забывают что тогда не было именно этого беспокойство но было другое то другое уже пережито и забыто а новое переживаемое ощущается как самое главное самое опасное беспокойство реакции стремления в прошлое является лишь оттискому той первичной реакции на фрустрацию переживаемое при рождении фрустрацию как состояние поражения из-за неудовлетворенного желания желание вернуть прежний покой полностью это желание конечно удовлетворить невозможно нельзя вернуться вновь в утробу но возможно предложить младенцу новую форму покоя приложив его сразу к материнской груди направив тем самым его энергию по конструктивному руслу руслу развития получивший утешение ребенок ребенок которому продемонстрирована новая форма жизни получает правильный импульс к развитию у ребенка пережившего фрустрацию этот импульс в той или иной степени деформирован деформация этого импульса всегда находится в прямой зависимости от фрустрации от этой первой и от всех последующих это очень важно для будущего человека поскольку опыт фрустрации это всегда опыт обиды неприятия жизни пассивное реактивное отвержение деструктивной реакции и чем глубже этот опыт чем разнообразнее лучше сказать обширнее тем меньше энергии тратится на конструктивная форма активности на поступательное развитие и так рождение человека это существенное усложнение его мир его первый опыт опыт беспокойство научится ли человек проходить сквозь беспокойство к новому формам жизни научиться ли не расплескивать свою энергию на обиду и другие деструктивные реакции насколько сохранным будет его импульс к развитию насколько свободным от саморазрушения младенец лежащий в колыбели еще не владеет ни своим телом не своим пока еще очень простым психическим мир но ему подвластно формирование отношения к этому миру неру вокруг него неру из которого он не может выйти он сам формирует отношение принятия и не принятия этого мира отношение доверия недоверия на основании имеющегося опыта отношение к самому себе и этот опыт он потом понесет по жизни этот опыт окажет важнейшее значение формирование его характера его судьбы этот опыт он передаст своим детям этот опыт продемонстрирует его будущим детям каков этот мир и стоит ли ему доверять младенец лежащий в колыбели фиксирует не только очевидную внешнюю форму любви или нелюбви к нему но и скрытые зачастую неясно для самих взрослых содержание этой любви отражающий уровень беспокойства самих взрослых их реакции на это беспокойство уровень их самоощущение отверженности в этой жизни и если концентрация опыта отверженности у ребенка достаточно велика происходит качественное изменение импульса развития можно выделить четыре основных направлений в жизни ребенка каждая из которых редко существует в чистом виде однако можно наблюдать преобладание той или иной тенденции первая эволюция вторая приспособление к жизни конформизм третье приспособление к жизни революционность четвертое инволюция саморазрушение и разрушение жизни самоубийство и убийство живого рассмотрим устремленность к приспособлению или конформизм в этом случае мир жизнь отвергается не полностью но частично отвергается все что приносит или усиливает беспокойство принимается все что снимает его ослабляет весь мир лежащий за грани личного покоя в области беспокойства нужно избежать обмануть спрятаться от многолекого беспокойства замаскироваться чтобы она не заметила прошло мимо когда я плавала в черном море то видела рыбок которые прикидывались коряками замечаемая тень проплывающие над ними конечно у рыбок это инстинкт выживания мне кажется у людей часто формируется подобные жесткие конструкции реакции на угрозу беспокойство способ избежать беспокойство застыть замаскироваться под что-либо эти застылости в поведении человека своего рода маски с которыми человеку трудно а порой невозможно расстаться такой нединамичный способ активности есть результат травмированного импульса развития переродившегося во стремлении к приспособлению опыт фрустрации способствует формирование недоверия к миру опыт высечения мира до уровня тихой кавани где мне покойно а значит противопоставлению моего и не моего при приближении не моего реакции застылости необходимость построения хорошо укрепленного герметичного укрытия на всякий случай возможной опасности вся внутренняя жизнь это реакция на внешние маневры противника при очень смутном понимании самого противника это превращается в напряженная навязчивость время от времени тот или иной внешний образ нагружается бременем врага любое реальное или кажущееся противодействие может быть истолковано как вражеское проявление спровоцировав перенесение всей тяжести такого отношения именно на этот образ таким врагом может быть конкретный человек и группа людей чья вина доказана может быть другая национальность если ее представители заняли как мне кажется мое жизненное пространство или другая раса или другая вера или другой климат другая география погода или кухня любая мыслимая форма другого отличного от моего то есть привычного пространства мое всегда равно привычному знакомому испытанному изведанному если в общество или сообщество живет неблагополучно а значит его члены постоянно ощущают беспокойство ему необходимы ведьмы которых нужно сжечь конкретные образы на которые можно взвалить все время своей деструктивной реакции активность человека бывает двух видов действие и реакция действие это своего рода жертвоприношение самого себя своего ума и энергии нежности то есть когда отдается лучшее что имеется реакции это всегда ответное отражение как зеркаль если то что заглядывает зеркало враждебно я защищаюсь если дружелюбно я милостиво улыбаюсь в ответ действие это всегда творчество и эволюция реакция это приспособление в любом из имеющихся образов конформизм революционность инволюция и если конформизм это приспособление к имеющемуся в наличии к уже существующему в жизни то революционность это приспособление самой жизни к моему удобству революционность это активность без благоговения перед хрупкостью жизни я делаю как считаю нужно у меня есть образ проявленной или туманной того что нужно дабы мне было хорошо и я начинаю его воплощать мой девиз цель оправдывает средства такой целью может быть благо всего человечества коммунизм благородственных мне людей национал социализм фашизм может быть просто эгоистический мир моего я или моей семьи революционность это всегда хирургическая активность отрезать лишнее пришить недостающие это всегда рвение безразумения рвение сообразное собственному неразумению революционность реакция это такое последствие фрустрации поражение из-за неудовлетворенного желания когда человек решается не ожидать благоприятного поворота судьбы который отразится в его душе как в зеркале и заставит его улыбнуться в ответ он решает проявить самостоятельность и создать себе этот благоприятный образ который отразится в зеркале его душе и заставит его улыбнуться в ответ революционер всегда сосредоточен на сугубом созидании конструирование этого благоприятного образа как правило получается монстр или нечто негармоничное монстр обычно пожирает своего создателя негармоничное создание обычно слегка колечит создателя и убивает его потомство последняя реакция на беспокойство это инволюция саморазрушение разрушение жизни самоубийство и убийство живого бывает инволюция скрытая бывает очевидная бывает вялотекущая и бывает реактивная стремительная как правило любая инволюция это маниакальное состояние отданность определенного течения в такой степени что когда возникает желание выбраться то сделать это практически невозможно это похоже на ситуацию когда человек ныряет в поток о котором его предупреждали что он опасен своим бурным течением так как несет свои воды гигантскому водопад человек и верит и не верит его влечет к тому что граничит со смертью так как он почти не принимает жизни жизнь для него это неизбежность страдания и беспокойства его манит смерть как иная форма жизни прекращение страдания и беспокойства он отдается потоку который становится все более бурным по мере приближения к водопадам и вот водопад близок человека бьет о камни с чудовищной силой он хочет выбраться но уже не может не все склонны к инволюции не все решаются на самоубийство то есть убивает себя своими руками большинство не могут переступить через чувство вины за нарушение табу и потому предпочитают опосредованное самоубийство как бы не своими руками это может быть война куда можно отправиться наемником это может быть алкоголизм наркомания или тип сада мазохистского поведения причинение мучительных страданий жертвам в результате чего преступника общество наказывает смертью почему люди избирают такой тип реакции как правило это связано со значительным опытом отвержения который испытал или продолжает испытывать человек это может быть психотравма когда происходит своего рода вы их сознание как вы их сустава человеку требуется социальная терапия чтобы этот вы их вправить задачи очень трудно так как необходимо этот вы их еще и обнаружить они просто его посредствия то есть ложный сустав который образовался вокруг невправленного вы их все это спрятано глубоко от глаз посторонних но зачастую от самого человека он надежно охраняет от других от себя самого то что вызвал этот вы их ты когда же приближение причиняет очень большую боль вынести и не хватает сил жизни тоже почти невозможно она медленно отравляет как порождать для такого человека жизнь означает боль он не знает других форм жизни и он начинает жить то есть болеть и приносить боль везде где ступает его нога вот почему его так неотвратимо влечет в бурный поток несущийся к водопаду и может быть когда он будет уже вред смерти и у него останется лишь мгновение жизни он сможет только тогда вступить в борьбу не жизнью а спорю жизнь уже почти отлетит от него а боль будет все еще с ним и он сможет понять что это не жизнь его мучила а боль порожденное несовершенство и может быть он сможет перенести не любовь к самой жизни они совершенство ее в том числе и в себе отвергнуть несовершенство его стремится к набытию подобно разбойнику на кресте и вода таинственная личность в чем заключается тайна его преступления что привлекала людей к христу прежде всего силы сила власти над земными силами болезнью голодом одиночество он явил ему силу через чудеса и они потянулись к нему прислушиваясь к его странным речам он искал святая святых не в иерусалимском храме за завесой куда мог входить лишь первосвященник один раз в год а в их душах своим взглядом он распахивал их души и они наполнялись светом узнавая в своей глубине свет его глаз но стоило им отойти от него как тот же свет из вдохновляющего становился беспощадным пугающим казалось нужно вынести огромную гору а кто мог вынести всю тяжесть этой коры христос звал последовать за ним последовавшие стали его учениками это те которых интересовала не столько сама сила его сколько ее тайна я думаю иуда принялся возможностью овладеть этой силой управлять и но при этом не вынося бездна ее тайны для того чтобы причаститься этой тайне нужно провалиться в ее бездну потерять твердую почву под ногами почву определенных убеждений определенных исторических задач определенных взаимоотношений кто решится на такой риск и не передумает и он и передумал отступил испугался оправдала его законил свой испуг бездна нужно не для того чтобы в нее заклядывать и погружаться а для того чтобы из нее черпать силу сила для решения весьма конкретных задач нужно только крепко зажмуриться когда подходишь к ее краям а когда нацедишь нужное количество хорошо возвращаться домой в мир привычных вещей сесть в кресло и выпить чашку чая преступление иуды в том что он не отдал себя до конца тайны бездне бог бог не лавочник у которого можно купить нужный тебе товар за определенную плату помню в детстве у меня была одна при реке разу год меня водили в детский мир самый крупный магазин детских товаров тем не покупали то что я выберу сама но только что-нибудь одно после нескольких мучительных попыток и отказалась от этой привилегии я не могла выбрать из десяти плюшевых медведей только одного они все меня звали и как определить что важнее снегурки белоснежные коньки или набор красок для меня было важно и то и другое вот если бы можно было жить в детском мире и вода поступил наоборот вместо того чтобы выбрать все он выбрал что-то отдельное атеизма воды это не отрицание бога тем более бога той традиции в которой он вырос а своего рода усечении бога и попытка манипулировать этой усеченной частью это не просто греховное действие это греховное состояние цепь действий чтобы провалиться в бездну бога нужно не просто балансировать между доверием и недоверием к богу между надеждой доверия и всем опытом человека сотканом из разочарований обид горечи потерь боль опытом и сформировавшим жесткую позицию недоверия всем и каждому доверие такое хрупкое она как желторотый птенец который вечно голоден а всегда с открытым ртом который нужно постоянно кидать доказательства что его не обманывает не отвергает что его любит доверие должно вырасти и окрепнуть превратиться в большую и сильную птицу который может совершать длительные перелеты без пищи противостоять стихии только такая птица чувствует себя в небе как дома в боге как в небе молодые птицы лишь пробую силы ненадолго взрывая ввысь и тут же опускаясь на землю больные и раненые и вовсе не могут летать христос учил своих учеников подлинному доверию пребывая вместе с ними он был как колодец ключевой водой который всегда под рукой захочешь напиться лишь зачерпни воды но подлинное доверие дается с трудом и ученики твое дело тонули в волнах своего недоверия как петр в водах и не советского озера в какой-то момент недоверие иуды переросло из очередной неудачной попытки в позицию а любую позицию нужно оправдывать в своих глазах и утверждать перед лицом других самая удобная позиция гуманистическая видимое без корысти ради блага других социальное благо историческое этническое и так далее и рождается знаменитая позиция всех времен и народов цель оправдывает средства а значит можно отделить кусочек бога и использовать его по своему усмотрению например силу христа спровоцировать его арест чтобы он явил эту силу доказал свою божественность иуде ему синедриона и всем маловерам и если так можно использовать бога то уж тем более природа и человека масса людей вот почему иуда не только исторической фигуры а это еще и символ личного атеизма любого человека символ победы недоверия к богу к жизни оправдывающего и формирующего позиция манипулирования жизнью в себе и в других в различных масштабах внутри любого из нас живет иуда до поры до времени он балансирует между доверием и недоверием богу жизни но рано или поздно недоверие может победить и это совсем не означает полного отрицания бога на такое не способен даже дьявол обычно это высечение бога дробление целостности обожествление части идеологизация жизни идея может быть более или менее сложной четко или едва угадываем и ясно выраженной и визуалированной но это всегда весь секция живосечение бога ущемление божественной полноты покушение на жизнь иуда ужаснулся когда увидел последствия своего покушения свои воплощенные идеи крест на голгофе мучительная смерть христа вряд ли в тот момент он был способен связать воедино эти последствия их первопричину свое победившие недоверие на зрелище смерти бога на кресте было для него еще не воносиме от осознание своей причастности дело палачей ему наверное хотелось крикнуть христу ты обманул меня ты обманул всех нас ты безмолвно обещал явить миру силу завоевать всех нас маловеров силой а сам отдал себя в руки ничтожных людей позволил им сделать собой все что им заблагорассудится есть только хотел ускорить события я хотел чтобы твои безмолвные обещания воплотились ведь у нас так мало сил а у тебя ее избыток ведь ты источник а мы лишь черпали из источника да ты говорил нам что царство божие внутри нас но я не нашел внутри себя источника силы подобной твоей я пытался победить свое недоверие мне так хотелось верить тебе а может и не тебе вовсе а тому что ты обещал явить я хотел чтобы это явленное победила мое недоверие чтобы мне ничего больше не оставалось делать как только принять это а ты все время заставлял выращивать доверие изнутри на пустом месте я так устал я хотел пить и ты говорил заглянив свою душу и на пейся но это все равно что вытащить себя самого за волосы из болота ты ты все это специально подстроил чтобы доказать мне и всем что я не прав ты все время доказывал мне что я не прав чтобы я не делал я так устал спорить с тобой я не хочу слышать больше твой голос жизни преступления иуды это не только историческая реальность но и образ яркий образ того как происходят отторжение человеком его глубинной воли от источника бытия и каким трагическим посредством для самого человека для всего мира это может привести если человек способен остановить иуду внутри себя победить недоверие богу полностью значит он вступил вечность и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране второго ролика Продолжение следует...